Валерий Викторович, расскажите, пожалуйста, о том вкладе, который Юрий Алексеевич разговаривает цель. Вам спасибо. Спасибо, попробую. Включай, пожалуйста, я нашел. Поближе. Поближе, пожалуйста. Поближе, да. Мы дружим, это счастье, мы дружим больше 15 лет, да, конечно, с рубежа 90-х и 2000-х годов. Вот, надо же, годовщину такую вывесную 80-летию Сталинского большого террора, 20-летнюю годовщину находки Сандар-Моха, одного из крупнейших расстрельных могильников при столице Белоботлагово-Держиморске. Мы вот таким образом оцениваем работы Юрия Алексеевича. Но мы оцениваем их. То есть мы оценили их раньше. Ну давайте, давайте попробуем оценить. Смотрите, с моей точки зрения, Юрий Алексеевич, я много раз в год своим знакомым, новым знакомым рассказываю об этом человеке. Он не просто для Карелии удивительный и важный человек, а для России он человек, занимается своим делом абсолютно, понимая, что в стране, в которой он родился, миллионы людей были лишены не только права на жизнь, но и права на могилу. Это в его голове никак не укладывалось. Он считал, что бабушки, это считали, почему считали, бабушки должны знать могильники своих родных. Вот этим он и занимается. Поиски мест погребений безвестных и составления книг памяти с огненами. И по возможности соотнесения имен с этими погребениями, массовыми, как правило. Нельзя их назвать могилами. Людей сваливали, как скотомогильники, и далеко не всегда расстреливали, как это было записано в уголовном кодексе, а всеми способами их выговорили. И вот смотрите, один человек, один поисковик, один краевед, Юра, обнаружил вот это крупнейшее кладбище 20 лет тому назад, Сандар Моху как поисковик. В том же 1997 году он принимал участие в исследовании еще одного расстрельного могильника «Красный мор» под Петрозаводском. В 2005 году мы обнаружили расстрельное кладбище на склоне Секирной горы на Славках. И, наконец, вот казалось уж совсем невероятно, как это можно найти. А он нашел при восьмом шлюзе кладбище у мученных строителей Белого канала при Сангородке. И задачей для него всегда было эти места расстрелов, места гибели, места массовых казней превратить в места памяти. Этим заниматься. Они должны стать местами памяти. Вот поэтому, например, в «Красном море» где-то он лично поставил памятник, замечательный памятник. Он теперь на обложке книги о книгах чуть дальше. В последнее время, в последние годы он никогда не останавливался в поиске мест погребения. И я его никогда не останавливал. Теперь тяжело это воспринимать, потому что заряд этого на арестуру не считаю. Вот он искал, и я думаю, найдет, когда выйдет. А он мне и с следственным зарядом написал. «Ты погоди, ты там собираешься материал, я выйду, будем разбираться». Он выйдет, и я думаю, он то, что ищет сейчас, должен найти. А он ищет места погребения второй Соловецкой расстрельной партии или второго большого Соловецкого этапа расстрелянного с 8 по 10 декабря 1937 года. Как теперь мы понимаем, в районе Ладийного поля, куда выезжал палач Павел Дмитриевич Шалыгин. И он ищет, продолжая, мы ищем, да, мы нашли расстрельное кладбище в Северке, но мы не нашли это самое большое погребение, 200 человек. Никогда таких расстрелов больше не было. Три этих Соловецких этап расстрелянных, их уже не могли из-за закрытия навигации вывести на материке, их расстреляли 17 февраля 1938 года. Он найдет, мы найдем, я в это верю. Это поисковая работа. Ну, она у него всегда была рядом. То есть он занимался одновременно тем и другим. Летние сезоны на поиски. А вообще-то говоря, он сидит и составляет книги. Первая его книга, большая, имевшая успех. Она, конечно, давно библиографическая редкость, ее не отыскать. Это книга «Место расстрела Сандармух». Книга вышла в 1999 году. Возможности для печати были слабенькие. Вот это небольшая книжечка бумажной обложки. Но здесь более пяти с половиной тысяч имен. Людей, которые соотнесены с мемориальным кладбищем Сандармух. Из них 1111 соловецкого этапа, первого соловецкого этапа, который считается здесь расстрелянным. Затем, уже когда нашли Сандармух в 1997 году, в мае 1997 года, Юра был тогда помощником Ивана Ивановича Чухина, бывшего работника милиции, затем депутата Кривого совета, представителя Корейского мемориала. И работали они слаженно, слимно, в общем, вдвоем. Иван Иванович Чухин готовил большие расстрельные списки по документальным материалам. Юра подключился к этой работе. Но в мае 1997 года Чухин трагически погиб. И Юра взялся доводить эту книгу, которая еще тогда только складывалась, большую капитальную книгу о расстрелянных именах расстрелянных, и не только расстрелянных в Карелии. Имена жителей Карелии и тех, кто был там на отсидке в лагерях, а был расстрелян по плану во время Большого Сталинского террора. Эту книгу он довел лет через пять. Лет через пять, в 2002 году она вышла. Капитальный труд около 14 тысяч имен, поминальные списки Карелии, 37-38 год. В предисловии, в начале, выражает благодарность. И как трогательно здесь звучит, в траурных рамках благодарность его родителям. Они ушли один за другим, не дожив до создания книги. В шарке книги написано «Уничтоженная Карелия, часть вторая, большой террор». Это вызывало некоторое недоумение тех, кто читал книгу, и даже надо было думать, как описывать это в библиографии, как книги Юры включены в библиографии книг памяти. Это одни из известнейших книг. И в бумажном виде, и в электронном виде, на диске жертвополитического террора, который издал мемориал. А Юра объяснял, что большой сталинский террор – это ведь не начало, а до него был тоже террор, и там был террор. Поэтому мы обязательно когда-нибудь издадим книгу предыдущего времени, и мы никак не можем эту назвать первой частью. Книга вышла, она уже тоже давным-давно разошлась, и ряд экземпляров он передавал мне в Питер для выдачи родственникам. Если они обнаружатся, родственники погибших, последний экземпляр я выдал 5 мая 2014 года. Для сводной сестры одного из растерянных. Она еще жива и видела маленькой девочке своего брата. Но эта книга была давно. А все последние годы Юрий работал над несколькими книгами. Это, прежде всего, книга памяти такая же, как и дально она будет «Спецпереселенцы в Карелии». Огромная книга, она не завершена. С компьютером вместе те люди, которые с облагами там походили и разорили его семейное гнездо, утащили электронные варианты его работ. Но они у нас есть. Мы продолжаем. Мы продолжаем работать вместе с ним. Из изолятора он оказывает нам редакционную помощь, принимает советы, дает советы. И вот сейчас, к маю, мы издали... Ян Спиреньевич Рочинский готовил непосредственно этот диск. Две новые книги Юрия Алексеевича мы издали на компакт-диске. Это книга памяти «Их помнит Родина», книга памяти карельского народа. Он готовил ее несколько лет, завершил, но в том виде, как она сейчас есть, в прошлом году. И давняя книга памяти «Красный бор». Рукупись ее была давно известна, я уговаривал его издать. Но вот что-то его останавливало, еще уточнение, еще уточнение. Наконец, он готов был и обложки подобрал для этих книг, готов был издать. В «Красном бору» в предисловии рассказывается о том, как это место, благодаря семейному преданию Сергеевича Бункова, была найдена в 1997 году, как он принимал участие в раскопках. И это едино-алфавидный ряд расстрелянных в «Красном бору». А книга памяти «Их помнит Родина» – это необычная. Надо же, вот хорошо, как ему пришла в голову эта мысль. Это книга памяти карельского народа. Ее можно поставить в ряд тех книг памяти, которые издает, например, Саранский университет, посвященный красным финно-горским народам. Юра выбирал карелов из разных книг памяти, не только карельских, но и тех, кто жил на территории нынешней Мурманской области, и городских карелов. И мне писал, ты мне как найдешь карелов, присылай обязательно. Вот он собирал имена карелов и расположил имена в этой книге памяти, кстати, с параллельными топонимами на карельском. Так же, как и в большой капитальной книге вспоминали списки карелий. То есть, по районам, которые они тогда жили, по деревням. И, использовав список населенных лет 1935 года карелий, он при каждой деревеньке указывал, сколько было жителей, сколько мужчин, сколько женщин, и сколько из них расстреляно. Это происходит сильное впечатление. Вот эти две книги я всегда вожу с собой на какие-то ответственные дела. И Сандар Мух, и поминальные списки карелий. И когда, например, вот меня в 2010 году попросили на Валдайском форуме прочесть лекцию о Террое, на теплоходе Кронштадта, я принес туда вот эти книги. И рассказал, и показал, вот у нас на Киже везде, и рассказал, что в Киевском сельсовете, только в Киевском сельсовете были расстреляны около 70 человек, среди них священник, учитель, председатель сельсовета. Ну как? Вот это все очень говорящие. Пользовалось сильнейшее впечатление. Одна деревня, один сельсовет. Сегодня в 19 часов будет уже презентация в бумажном виде этих двух книг памяти. Тираж будет представлен в Государственном музее «Истории блага». Две книги мы не успели еще издать, над ними работаем. Довиде вам обязательно до ума. Надо переиздать книгу о Сандар-Мухе. Может быть, в этом году удастся. Только мы решили ее теперь назвать «Место памяти Сандар-Муха». Из «Место расстрелов» Сандар-Мух стал знаменитейшим, известнейшим во всем мире местом памяти. И книгу памяти спецпереселенцев, о которой я говорил. Юра награжден. Он известный человек. Помимо того, что он этим всем занимается, у него есть награды. Он обегательец. Он их хорошо принимает. Потому что они все за его работу были ему даны. Он был награжден. Он ведь хорошо пишет, хорошо говорит. У него была награда премия «Золотой империи Руси» в 2005 году. Он был награжден Орденом Республики Польши за работу по вековечной памяти и почетной грамотой Республики Корея. Что касается его дела, ну, конечно, ну что тут говорить. Я, кроме того, что говорил Сергей Девенко, добавлю вот что. Обратите вы на это внимание. А не обращают пока. Пока и я пока не обращал. Примерно с мая прошлого года возобновились в печати такие намеки о том, что Сандерлок, да это ведь место-то сомнительное. Тут ведь надо еще разбираться. Может, это еще и не все так, и не все те имена. И вот тут финны. Понимаете? Тут во время войны-то были финны. И вот они наших тут. Тут-то, наверное, они должны были знать об этом месте. Как аргументы, да? Должны были знать об этом месте. И тут-то наших военнопленных они, наверное, и стреляли, и положили. В этом Сандерлоке. Нужно еще очень разбираться. Знаете, что это такое? И вот эта кампания в печати, она шла до 4 августа прошлого года. А к 5 августа, к Дням памяти, было принято, понятно, что на правительственном уровне в Карелии решение не принимать официального участия в этих Днях памяти. Вот есть там 30 октября, День памяти его пусть отмечают. А сюда не ехать, здесь не отмечают. Пусть сами. Вот общественность отмечают. Ну и Юра взял на себя, конечно, часть организационно-общественной задачи и принимал участие в этих Дняхах. Это все, понимаете, тянет какой-то такой тяжелый, вот сейчас мне Виктор Кириллов, такой же коллега из Нижнего Тагиловского, какой-то такой тяжелый советчий не тянет. Тем временам, обратите внимание, Катынь обнаружили, это не мы, это они, это немцы сделали. Нашли бы ковню, обнаружили под Киевом. Тут стоял, тут немцы стояли, была оккупация, это немецкая, долго, до последнего до упора и все это замазывали куропаты под Минска. Это немцы, это не мы, это тут немцы, понимаете. Ну а тут Садарвук, это финны. Тут финны, понимаете. И тут какие-то люди, которые все ходят, ищут, копают, задают вопросы, проводят здесь мероприятия, международные политику сюда привозят. Я, к сожалению, начиная от поездки тогда в качестве эксперта с членами Совета по правам человека в феврале в Карелию, и буквально до мая этого года неоднократно значимых людей в Карелии вот это слышал. Знаете, тут политика нам тут не нужна. Вот можно было бы, откуда политика? Как бы нам этого всего избежать? И вот на этом фоне я пока не называю никаких имен, не догадок, но есть хорошие свои предположения. Важно будет встретиться с Юрой и это все обсудить. Я думаю, его закрытие условное произошло как местный логический какой-то шаг сначала по закрытию и подвергать по сомнению этого самого места. Вот что дело. И у меня сейчас есть только две мечты. Они очень простые. Я вот Катерине рассказывал перед началом большого заседания. Я думаю, а какие у меня сейчас интересные такие есть? Вот простые, простые мечты. Их две. Юра Свободин заварил себе крепкого-крепкого кофе, сидит, курит, он курильщик страшный, и мы подначим друг друга где-нибудь по вечеру. А вторая мечта. Они же собирались ко мне в гости в Питер, с Наташей. Летом того года не удалось, потом на зимних каникулах. Вместо этих зимних каникулах я узнаю о его аресте. Тяжело узнал, но я этого не буду рассказывать. Я очень хочу, чтобы они приехали в гости в Питер. Спасибо. Огромное спасибо, Анатолий Яковлев.